Всем привет, друзья! С вами Amway921, и сегодня мы поговорим про немецкую топовую ПТ-шку 10 уровня Grille 15. В моем прошлом видео, где я эту ПТ обложил всякими комплиментами, которые свидетельствуют о том, что она уж здорово хороша, вызвал небольшой такой общественный резонанс. Дело в том, что некоторые игроки считают, что я вообще ошибаюсь, что я не прав, что эта ПТ очень сложна в геймплее, и нерфить уж тут точно нечего. Это первое. Второе, если ты хочешь что-нибудь понерфить, и у тебя бороды нет, то нет мой ответ. Как раз у меня бороды особенно кустистой нету, поэтому кто я такой, чтобы утверждать, что тут нужно нерфить? Дело в том, что я совершенно точно могу сказать, делаю видео сам по своему собственному разумению. Никто нам тут не пишет сценариев, и, господи упаси, если бы, кстати, писали, было бы, наверное, проще, потому что тогда хоть бы можно было бы голову хоть раз отключать и не думать непрерывно о канале, о всяком разнообразном контенте и так далее. Ну так вот, о чем я говорю? Да без сомнения, гриль хороший ПТ, без сомнения. И без сомнения утверждение такого игрока, что если это его единственный танк, это танк, который он умеет, единственный, на котором хотя бы более-менее получается настреливать, то он, естественно, такой игрок будет против того, чтобы что-нибудь с этим танком делали нехорошее, нерфили там, обрезали чего-то, уменьшали. Это понятно. Вообще вопросов к этому нет. Это просто факт. Ты это любишь, ты не хочешь, чтобы у тебя это отняли. Понятно. Идем дальше. Помимо грилей, в эту игру еще играют и другие ПТшки, другие тяжи, СТшки, легкие танки и артиллерия. Конечно, я Америки не открыл, но это я как бы предисловие, чтобы вы понимали. Это есть некая экосистема, где все должно быть в балансе. Вокруг этого баланса только, наверное, немой ничего не сказал. Все остальные либо написали, что он плохой, либо сказали, либо по сей момент пытаются его исправить, если они работают с другой стороны медали. Это очень сложный, правда, вопрос. Очень сложный. Вот как сделать так, чтобы в лесу жилось одинаково комфортно и хищникам, и травоядным? Вот как? Всегда есть какие-то перекосы. Если локально они как-то решаются, то глобально они всегда бывают. Нельзя никогда применить правила ко всем сразу одинаково. Везде миллиард нюансов, где бы, какой бы отрасль мы не взяли. Кстати, заметьте, как я танкую на гриле Объект-261. Фугас отбил без урона. Правда, собака не посчиталась вот танкованной, но просто сам факт. Я вам показываю именно бой этот из-за этого момента, потому что это был супер выстрел от арты и супер рыхлый гриль, который должен убиваться, по идее, от нее просто в пыль вообще, в жидкость превращаться. Но я спокойно фугас отбиваю, даже пушку не сломал. Ремку не завязал. Ну так вот, идем дальше. Легкие танки, которые раньше засвечивались после выезда из-за угла чутка позже, теперь с новой системой отрисовки засвечиваются сразу. А это довольно чувствительно класс. Легкие танки никогда не инициируют атаку, никогда не инициируют бой и всегда идут, скажем, ну в двух моментах, либо идут в волне, то есть поддерживают, подъедают, помогают всем тем, кто идет впереди, либо светят. И то, и другое сопряжено с огромным количеством проблем, риском и всего остального. У ЛТшек мало ХП, мало огневой мощи и нет брони. Всегда прилетающий в них снаряд вновь в сторону, ну чаще всего. И гриль в этом плане просто невероятен. ЛТшка подсветилась на горизонте. Пока пройдет 3 секунды и у игрока загорится лампочка на ЛТ, что он в свете, гриль за это время успевает за полторы секунды свестись и с точностью 0.27 выстрелить и попасть. И дай бог еще голову не оторвать. Ну, в смысле, боеукладку не взорвать. И дай бог. И эта тема прочувствована мною да не раз. На легких танках играть непросто, а против грилей невозможно. Подумаешь, и игрок скажет, да че ты прикопался к грилю, а я к песто, он что, тоже что ли? Типа имбовый, его тоже нужно нервить? Нет, друзья, речь не об этом. Речь немного в масштабах. Смотрите, вот сама по себе ПТшка гриль, пожалуй, к ней претензии. Ну, они как бы есть, но если бы они были размыты в игре, то, наверное, это было бы терпимо. Ну, к примеру, все боятся бабахалок этих британских. Но их же в игре, но не в каждом бою по 6 штук. Их, дай бог, по одной-то в каждой команде. И то не каждый раз. А грилей каждый раз, да по одному, по два, по три. В каждой команде, в каждом бою на 10 уровнях. А если вы играете на льве, вы такой, опа, купил-ка я прям танк, обещают апнуть в 9.17, такой красивый, грациозный, уверенный в себе, успешный бизнесмен на льве, выезжаешь, и гриль тебе просто навло башни, да там в маску, да с пробойной, со всеми этими пирогами вытекающими. Это что за покемон, как в это играть, как льву жить-пережить всю эту оказию. Если гриль еще как бы контрится с какой-то вероятностью, с самими грилями, там, артой или эстэшками, то всех остальных-то он просто унижает нещадно. Ну так вот, о чем я? О том, что на гриле за последний месяц игроки сыграли 14 миллионов боев. Что там говорит? Это нам говорит о том, что это первое место среди самых популярных ПТ в игре на 10 уровне. То есть это самая частая ПТ-шка, на которой игрок играет. А если второе место где-нибудь там, не знаю, 13 миллионов или 12, то беды бы не было, потому что, ну, видимо, размыто. А второе место у Ягдпанзера Е100 с итогом 4 миллиона. 14 и 4. Вы представьте масштабы. Очевидно, этот танк многими любим, потому что он просто как дрова. Просто как раз, два, три. Ничего не нужно делать, просто встал в кустик подальше. Для этого не нужно иметь таланты и какой-то супер-мега-навык. И ждешь, пока враг подсетится. Один, два, три раза противника дашь, хп-шкой свои точные отбил, и уже лучше сыграл, чем на любом другом танке. Это понятно, что все игроки любят. Но другим житья реально нет. Вот о чем я говорил. И я не к тому, что все, кто играют на гриле, неправы и бросьте срочно. Да играйте, пожалуйста. Но просто сам факт, что нужно как-то здесь вмешаться. Доктор говорит, пациент немного заболел, и нужно предпринимать профилактические меры. Мы еще не умерли. Грилей у нас не на 15 играют, еще и другие танки встречаются, к счастью. И артой он иногда ваншотится. Но вы будете смеяться, иногда и не ваншотится. Мы пробовали к грилю попасть фугасом в лоб. Помните в Афрюх 10, которая была в Афрюхе 100? У нее был настолько огромный скворечник, что по ней было одно удовольствие стрелять фугасами. Да, иногда попадал в пушку. Иногда там раз, может быть, из пяти, из десяти. Но одно удовольствие. Британская моя бабаха просто почесывалась при виде какого-нибудь там ваффентрагера. Я уже предвкушал, какой он хороший. Ну, в смысле, на вкус. Ваффентрагер. Да, конечно, если вафля на тебя выезжает из-за угла, то ты моментально покойник. Это все понятно, беда, печаль. Но как бы раньше было потерпимее. Не было столько вафель раньше. Водитель ваффентрагера всегда знал, он светится с любой дистанции. Он знал всегда, что в любом случае скворечник настолько большой, что арта его заберет чаще всего с одного выстрела, если прямое положит. И как бы был некий страх у игрока. Некий страх был всегда. На гриле он исчез. Вот что я заметил самое главное. Гриль не боится фугасов. Потому что каждый раз, когда ты стреляешь в него, во-первых, нет огромного скворечника, который всегда примет. Башня у гриля массенькая. Причем посредине пушка. И с топовой дистанции ты не знаешь, куда стрелять. Если стрелять прям по центру, чтобы в разброс влезло все остальное, вся остальная башка, то твой стрелец назло полетит в тот самый центр и попадет ему в пушку, нанеся какой-нибудь 11 урона. Или вовсе не нанеся, как в прошлом бою. 2-6 первый объект положил фугас на пушку мне. Я, как в лучших традициях бейсболистов, нормально так отбил себе, даже не почувствовал никакого подвоха и поехал дальше. Это не нормально, но это реальность. Гриль не боится фугасов. Очень сложно его выцеливать. Возьмем, к примеру, то, что он еще очень живенький, подвижный. У Ваффентрагера Е100 не было такой возможности быстро ездить взад, вперед, башню крутить, вертеть, уворачиваясь, как боксер. Она еще и торчала ведь из-за каждого угла, из-за каждой фагинки, из-за каждого рельефа. А сейчас, смотрите, вот за какими-то дыряжками горящими я просто спрятался весь. И объект, ну, посмотрел на меня, почесал тыковку и убежал. Потому что все, что он мог сделать, это вот только убежать. Никак выцелить и пробить у него тут шансов у меня бы не было. Короче, и вот и мораль про это. То есть, если в прошлом бою я играл в стандартного гриля, ну, типа, знаете, Ваффентрагер стайл, стреляем только издалека, боимся подсветиться и держим дистанцию, то здесь я решил поиграть в новом молодости. Просто эгэ-гэй, я врываюсь, держите меня семеро, просто врываюсь на все, что можно без страха. Именно так играют сейчас большинство игроков, которые, как бы, поняли прикол. Вы понимаете прикол, что если сейчас зайти на вот реплейс и посмотреть среди десятых уровней бои с самым большим количеством урона, на первом месте гриль с 12 с лишним тысяч, и, ну, может быть, там встречаются, естественно, и другие танки, но у грилей там добрая половина, если не больше. 12, 11, 10, миллион боев на 10к урона на гриле. Почему? Потому что это проще всего. Чтобы набить 10 тысяч урона на гриле, тебе не нужно 100 раз попасть во врага. Даже 50 не нужно. Гораздо меньше. В конечном счете, какого бы ни были мы с тобой конкретно разного взгляда на предмет нерфить или нерфить, но мы оба согласимся, что это очень хорошая ПТшка. Вполне вероятно, что самая лучшая среди всех других ПТ в игре. Самая точная и так далее. Пока там шведов не ввели, там еще с ними разбираются, будет ясно в конце концов, как в итоге получится, но сам факт, что гриль дико хорош. Какой вывод? Нерфить что ли сразу? Да может быть и не обязательно. Может быть и прав тот игрок, который написал если вы понерфите гриля, нафиг удалю эту игру и вообще брошу ее. Возможно, тоже в чем-то прав и ее ввели ведь как-то. Отбалансировали, оттестировали уже раньше и было бы очередное как всегда. Такого раньше не было и вот опять. И только с одним я никогда не соглашусь. С тем, кто скажет, что на этой ПТ играть сложно. На ней играть даром для любого игрока, какой бы он пряморукий ни был. Ну а в данном бою все шло хорошо. Я почти выполнил 15 ЛБЗ на обе 260, но не набил 75 очков лишнего урона. Даже попал бы если в конце в эту ЛТшку, то и этого бы не хватило. Как же так, грусть и печаль будем пытаться еще. Но на сегодня у меня все. Оставляйте свои комментарии, обсудим. Подписывайтесь на канал и жмите лайк этому видео. Пока-пока.